Здравствуйте, программа АйТим в эфире Эхо. Сегодня три Алексея, Осин, Гусаров и Нарышкина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Наша жертва сегодня Павел Грудинин. Хорошо сказали. Что такое? Что такое, Павел Николаевич? Ну а кто вы? А кто вы? Лидер, нет, не лидер КПРФ, кстати. Кандидат от КПРФ. А когда вы станете лидером КПРФ? Никогда. Я же беспартийный. А почему не вступить? А почему не вступить? Ну, наверное, потому что у нас блок коммунистов беспартийных. Я, как кандидат, представляю не только КПРФ, но еще и национальные патриотические силы. То есть для вас это вообще история закрыта? Никогда не вступить в КПРФ? Никогда не говори никогда. Слышали правду? Хорошо. Но на сегодняшний день я не планирую вступать в ряды Геннадийской партии Российской Федерации, хотя полностью разделяю их принципы и, ну, скажем так, их программ. А эта граница, она в чем? Ну, если разделяете, почему не вступить? Ну, потому что есть еще много других организаций, чьи интересы или, там, чьи, скажем так, чьи принципы я разделяю. Например? Национальные патриотические силы, которые меня выдвинули, Левый фронт. Там не все коммунисты. И есть вещи, которые, скажем так, я разделяю и которые не разделяю. Поэтому я считаю, что беспартийный человек в нашей стране может разные принципы проповедовать, разделять. Вот и все. — Это был Осин Алексей Гусаров, пожалуйста. — Перейдем к выборам. Здоровый кандидат в президенты, в здоровой стране, он хочет собрать как можно больше голосов. Но вы делаете все, чтобы вы не набрали больше голосов. Вы полюбили Сталина. — Я не здоровый кандидат или не здоровая страна? — Я не знаю, это вам кажется. — А вы подумайте об этом. — Вы полюбили Сталина. Вы сказали, что вы признаете ЛНР и ДНР. Вы даже не смогли нанять нормальных специалистов, которые бы вам закрыли зарубежные счета. Вот скажите, зачем вы специально идете в такую маргинальную нишу? — Давайте так. Во-первых, я не полюбил Сталина. Я считаю, что Сталин один из выдающихся деятелей нашей истории, который много сделал для нашей страны. А любовь и не любовь — это несколько другое. Любят обычно нормальные мужчины и женщины. — В чем его выдающиеся? Вы понимаете, я не хочу с вами ввязываться на бесплодную юскостью Сталини. — Потому что на самом деле... — В конце концов, любите упырей, которые... — Такие журналисты, как вы, пытаются расколоть общество. — Нет, тут вопрос цены. — Гусаров выйдет отсюда. — Подождите, вопрос в другом. — Я считаю, что вы все время пытаетесь найти решение нынешних проблем в прошлом. А я вам говорю, что надо заниматься будущим. И у нас проблем сейчас не меньше, чем в тот момент, когда Юсик Юрьевич Сталин командовал нашей страной. — А Сталин — это наше будущее? — Сталин — наше прошлое. — Ну? — А будущее наше — это КПРФ, ее программа. — Не дать их шагов. — Да нет, это правда. Потому что если вы хотите бесплатное образование для своих детей, бесплатное здравоохранение для своих родителей, нормальную пенсию, то вам надо голосовать за КПРФ и Национальный политический блок. — Вы так и не ответили, зачем вы уходите к маргиналам. — Я никогда к маргиналам не уходил. Вы почему-то считаете, что каждый человек, который считает, что человек, который сохранил нашу страну в войне против фашистов, он обязательно маргинал. Почему так? — Я не буду спорить про историю. Хорошо. Вы не против, если я вас буду называть тогда сталинист? Сталинист Павел Николаевич Грузин. — Вы не будете против, если я буду называть манипулятор? — А в чем манипуляция? — А потому что все манипулируете. — Ну в чем манипуляция? Вы любите Сталина, значит, вы сталинист. — Еще раз. У Сталина были как плюсы, так и минусы. Вы слышите меня, да? И поэтому не каждый человек... — Если нужно сказать, извините, у Гитлера, да, были свои плюсы и минусы. — Да, у Петра Первого были свои плюсы и минусы. — А вы подождите, у Гитлера плюсы были? Какие? — Слушайте, еще раз. Я не сказал, что у Гитлера были плюсы. Я говорю о том, что вы все время копаетесь в прошлом. А вам нужно заняться будущим, потому что сейчас... — Слушайте, это вы копаетесь в прошлом, потому что как только вас спрашивают про Сталина, вы начинаете его хвалить, и улыбка у вас на лице возникает. — Слушайте, еще раз. Если вы не понимаете, что на самом деле я никого не хвалю, я оценки даю тому, что было в прошлом. И вы не можете, вот сколько вам не нравится Сталин, не сказать, что это верховный главнокомандующий. — Речь не об исторической роли. — Подождите, не перебивайте меня, если вопрос задали, то слушайте ответ. Так вот, историческая роль Сталина в том, что он нашу страну сделал великой. Понимаете? Но у него были ошибки, и это признали все, в том числе и КПСССР развенчала миф Сталина. Не миф, а, вы знаете, как это называется, культ личности. И помните фразу одного известного нашего писателя о том, что да, был культ, но была и личность? С этим никто спорить не может. — Это не так важно, как важно, что для многих избирателей Сталин фигура, безусловно, отрицательная. — А для многих положительная, вы знаете об этом, да? — Если вы не хотите победить на выборах, тогда вы говорите, что Сталин замечательный лидер, и тогда... — Глупости не говорите. Большинство жителей нашей страны оценивают роль Сталина в нашей истории как положительную роль. — Большинство? — Да. — Большинство? — Да-да-да. — Вы посмотрите, как идет голосование о самых великих людях страны. Вы знаете, что там Сталин победил один раз? — То есть вы просто популисты. — Я говорю вам о другом, что вы популисты, которые все время пытаетесь в прошлом. Знаете, что при Сталине, например, количество беспризорных было гораздо меньше, чем сейчас. — Я не буду спорить. — Понимаете, это все не перекрывает то количество смертей, к которому он причастен. — А какое количество семей? О чем вы говорите? — Смертей. — Вы знаете, что на самом деле Россия — это страна с непредсказуемым прошлым. Мы все время переписываем свое прошлое. Перестаньте закопаться в прошлом. Давайте займемся будущим. — Давайте. Зачем вы признаете ЛНР и ДНР? — Зачем? — Да. — Ну так что большинство людей хотят этого. — Опять какое-то мифическое большинство. — Да нет, не мифическое. Вы поймите, что если вы возьмете опять же ту же историю, выясните, что эти территории были всегда российскими. Там живет русскоязычное население, которое провело референдум. Слышали про это? Что этот референдум показал, что большинство граждан вот той территории хотят жить вместе с Россией. — В Луганске референдум? — Да. — И в ДНР референдум. — Ну так бывший... — Да, да, да. — Один из бывших руководителей коммунистической партии Советского Союза, занимавший высокие посты, сдал эти территории. — Он совершил ошибку? — Подписав Беловежское соглашение. — Он совершил ошибку? — Ну, с моей точки зрения. — Ошибки надо исправлять. Ну и все. — В чем проблема? — Нет, ну тут вопрос. — Проблема в том, что это другое государство. — Ну подождите. — Проблема в том, что там действуют террористы, которые вы то, что публично поддержали. — Давайте только двойные стандарты прекратим, да? — Люди с оружием, незаконно вооруженное формирование. Это кто? — Слушайте, еще раз говорю. Люди, когда с оружием защищают свою жизнь, то эти люди правильно пользуются оружием. — Приехали из России и защищают свою жизнь в Луганске. — Вы, может быть, более осветлены, чем я. Я говорю о другом. О том, что там сейчас происходят военные действия. Слышали об этом, да? Что мы против военных действий, в принципе. Но право нации на восприятие, когда люди проголосовали за то, что хотят жить в России, значит, мы что должны сделать? — А что, есть такая особая нация? Донбассовцы? — Нет, есть нация русские. Слышали про такую нацию? — Нация русские. — Да. — Знаете, русские живут и во Флориде. Это что, значит, мы теперь в Майами должны завоевывать? Ну, подождите, ну не надо подменять понятия и манипулировать. Я же не говорю, что те русские, которые живут там где-то на Аляске, ну, нужно Аляску присоединить. Есть другое. — Я не знаю, что вы скажете. — Я вам говорю другое. То, что вы пытаетесь всем подменить понятия. Люди имеют право на собственное мнение. Если это мнение о том, что они хотят получить независимость и хотят жить с нашей страной, мы не должны их отталкивать. С этим вы согласны? — Вот в Чечне были люди, которые точно так же пришли, сказали, что они хотят жить отдельно. — Что? Не понял. — И началась в Чечне война. — Ну, я, вот честно, я не видел этих людей. Я с ними не знаю. — Как тут быть с правом на самоопределение в таком случае? — Вы меня сейчас как кого спрашиваете? — Нет, просто есть принцип, принцип, который... Один принцип — это территориальная целостность государства. Другой принцип — право нации на самоопределение. — Наш принцип один, что люди на референдуме должны высказаться. И если этот референдум прошел в пользу какого-то вопроса, в пользу решения этого вопроса, то надо поддерживать людей. С этим вы согласны? — Во-первых, референдума законного не было. — Слушайте, вот давайте так. Законные, незаконные. Вы, я только чувствую, юрист в первом образовании, да? — Это правда. — Вы можете отдавать. Но на самом деле, определяя законность и незаконность, знаете, какой орган у нас? — Действующая власть. — Суд. — Где проходит этот референдум. — Суд. — Давайте вернемся к тому, что на сегодняшний день люди, которые проголосовали за то, что они хотят жить в независимом государстве или вместе с Россией, имеют право на это мнение. — Подожди, прости, пожалуйста. — Есть судебное решение, которое признает законность референдума в Донбассе. Хоть одно. — Я так глубоко в этот вопрос не внушу. — На основании чего вы считаете эти референдумы законными? — Я считаю, что все действия, которые были совершены там, должны быть обсуждены. Вы слышали про Минские соглашения? — Вы сказали, что это законные референдумы. Какие у вас основания так считать? — Потому что я эту информацию получил от тех людей, которые приехали из ДНР и ЛНР. — Да. И с кем вы общались, интересно? — Фамилии, адреса. — Павел Николаевич. — А вы с кем общались вообще? Вот с кем вы общались? Из тех, которые приехали и сказали. Значит, мы не хотим. Мы хотим обратно на Украину. Есть там такие люди? — Мы приходили, а здесь сидели в этом эфире. — Давайте. У нас, как правило, здесь сидят... — Олег Сарёв, например. — В вашем эфире здесь сидят разные люди. Но они не представляют народ. А вот которые получают, скажем так, благотворительную помощь, помощь гуманитарную из рук КПРФ. Вот с ними я общался. — Смотрите, вы сказали, что это законная процедура, но вы не знаете, на чем основывается ее законность. — Вы основываетесь только на словах тех людей, которые участвовали в этой процедуре. — Что большинство русских на территории ЛНДРР хотят жить в России. Это я точно знаю. — Нет, тут вопрос, чем вы готовы поступиться. Ну, как я предположу... — Я ничем поступаться не буду. — Нет, подождите. — Вы будете, смотрите, вы хотите быть президентом. — Люлёк, подожди. — Давай, может быть, мы выйдем. Тогда у нас будет интервью одного человека с другим. Смотрите, это признание на страну, которую вы предлагаете руководить, навлечет значительные серьезные проблемы. Это очевидно. Потому что есть сильная группа стран, я о них буду говорить весь мир, мне не нравится эта формировка. Но есть группа влиятельных стран, которые это ваше решение, предполагаемое как президента, не примут. И страна окажется под какими-то, видимо, еще большими санкциями, воздействием и так далее. Вот чем вы готовы поступиться и как вы готовы этому противостоять как президент? — Я абсолютно убежден в том, что никаких санкций не навредят нам больше, чем наша нынешняя власть. Потому что если вы хотите сказать, что мы бедная страна, и мы живем без кредитов, которые наши банки берут на Западе, то я могу сказать, что это неправда. — Окей, предположите, что они вообще перестанут покупать у нас газ, например. — Вы можете предположить все что угодно. Они могут вообще перестать напить свои жилища. — Они приобретут за большие деньги, не будут поступать с принцами у Соединенных Штатов. — Вы должны понять, что мы не говорим, позиция тех сил, которые я представляю, о том, что не нужно проводить переговоры. Переговоры нужно вести. И эти переговоры будут обязательно. Но если у вас твердая позиция, и дальше которой вы не отступаете, то во многом эти переговоры будут более, ну, скажем так, конструктивными. Потому что договориться всем придется. И по Крыму, и по Донбассу, и по многим другим вопросам. — А договорились ли по Приднестровью, по Абхазии, по Осетии? — И по этим вопросам. Кстати, по Курильским островам. — Тоже не получилось пока. — Подождите, подождите. Это долгий процесс. — Я констатирую. — Вы хотите, чтобы все сразу получилось? — Нет, не хочу. Просто Курильские острова — это процесс несколько десятилетий. 20 лет уже по Днестровью, которая становится... — Несмотря на то, мы торгуем с Японией. Слышали, да? — Я знаю, да. — Ну, так вы говорите, договариваться будете, а договариваться не получается. — Будем договариваться. — Ну, подождите. Если у вас что-то не получилось за один год, значит, получится за пять. — Ну, за 20 лет не получилось. — Но это никак не повлияет на нашу позицию в мировом сообществе. Ну, не повлияет никак. Потому что торговать все равно будем. Вы знаете, что, несмотря на введение санкций, у нас товароборот с Америкой увеличился. Слышали? — Потому что сейчас теперешняя власть, она вот этот вопрос решает иначе, чем вы предполагаете. Путин не признает Крыма, то есть не объявляет Донбасс... — Как хорошо, вы все, Алексей. Алексей, нельзя быть беременным наполовину, вы это понимаете, да? — Значит, президент беременный наполовину уходить? — Я говорю о том, что политика, я не сказал про президента ничего, но... — Так это его политика. Он не признает Донбасс. — Рано или поздно придется принять решение по данному вопросу. Как бы вы не хотели и не крутились. — А я вам привожу примеры, когда эти решения не принимаются. Приднестровье, например. — Повторяйте, проводить переговоры. — Вот здесь, кстати, приняли, да? И ничего, в общем, не изменилось. Ну, тут вопрос. Если переговоры до сих пор не принесли результат, почему у вас не получится? — Рано или поздно они получатся. — Я напомню слушателям и зрителям канала «Эхо Москвы» в Ютубе, что у нас в гостях в программе «Этим» Павел Грудинин, кандидат в президент России от КПРФ. Выборы от воскресенья уже совсем скоро. А что чувствуете? — Да ничего. — Опишите. Дрожь, может быть. — Дрожь? — Просыпаетесь по ночам. — Я не знаю. — Вы знаете, сплю я очень хорошо. Нормально, несмотря ни на что. Но день важный. — Какой? — День голосования. — Для вас это не важно. — У нас только один вопрос. Мы сразу в первом туре победим или все-таки будет второй тур? — А вы помните про ваш спор с Дудем про 15% и усы? — Я думаю, что он побреется точно. — Ага. Хорошо. А скажите, пожалуйста, про Сталина. — Я очень хорошо помню про свои усы. — Хорошо. Про Сталина. — Опять про Сталина. Слушайте, вы выйдете из... Вы же журналисты, да? Я как с кем не встречусь, с молодыми журналистами, со Сталинами. — Все про Сталина. — Вы все одно и то же. Вот у вас какая-нибудь другая тема. — Слушайте, потому что вы ассоциируетесь только со Сталином и Клубникой. — Слушайте, вы так предсказуемо удивительно. — Это обидно, Павел Николаевич. Это обидно. Но потому что Грудинин — это Сталин и Клубникой. — Вам все время... Вот вас не интересует будущее Сталин. — Вы человек двух тем. — Не интересует программа. — А зачем... Вот смотрите, я с вами поспорю. Зачем мне программа КПРФ, если вы получите, не знаю, там, меньше процентов? — Я сейчас один вам пример приведу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. — И вы уйдете в никуда. Вы дальше поедете в свой совхоз. — Такое же интервью давал Дождю. Только там сидело не три, а пять журналистов. И одна журналистка, ну, скажем так, она не скрывала, что она еврейка, сказала, знаете... — О, Господи. — Что, ну, так вот, да, у нас иногда принято почему-то говорить неправду. Значит, так вот, она сказала, что, знаете, вот моя семья пострадала. А я ей уже за эфиром сказал, слушай, а если бы Сталина не было, тебя бы вообще и твоей семьи уже не было бы. Они бы уже давно погибли бы в газовой камере. Вы это понимаете? И вы можете кто угодно говорить о том, что было плохого, но, да, действительно, всеобщее образование — это Сталин. Бесплатное здравоохранение — это Сталин. Вот эта вот гордость России за то, что мы пустили первый спутник... — Зачем при Сталине приезжали в дома, воронки, вот это... — Слушайте, а сейчас, что воронки никуда не приезжают? — А куда они приезжают? — А что люди не сидят, что ли? — А расскажите, куда воронки приезжают. — А вы знаете, что, например, не дали никак две недели назад один человек, которого просто взяли на улице и что-то вменили, потом погиб, как будто бы задохнулся в участке. Знаете об этом? — И что? — И что? — И чего? — И что? — Не, ну и что? — Ну и что? — А масштаб какой? Вы поймите и почитайте, что на самом деле... — Официальная приговорность 700 тысяч человек. — Не-не-не. — Официальная цифра. — Значит, во времена Сталина количество осужденных было гораздо меньше, чем сейчас. За репосты или там еще что-то, ведь тоже сейчас то же самое. Что вы начинаете... — Это же расстреливают же. — Подождите. — За репосты же у нас... — А люди умирают в тюрьмах. Это не понимаете, что это такое? — За репосты? — Подожди, подожди. — По надуманным предлогам. Слышали про Магнитского? — Сколько умерло? Сколько умерло людей при Путине в тюрьмах? — Вы знаете, вот такой статистике... — Опасаженные по политическим мотивам. — Сколько коммунистных у Москвы про Магнитского рассказывает? — Я думал, я в этой студии все уже видел. — Еще раз, напомните себе. Я кто? Коммунист? — Ну, вы от коммунистической партии. — Вы без партии. — Вы без партии. — Алексей, давайте говорить правду. — Представитель левых сил. — Вы сами разделяете. — Я разделяю, но не все же взгляды я разделяю. — Ну, то есть, вы себя внутри коммунистом не ощущаете. — Я ощущаю себя человеком, который полностью согласен с программой Коммунической партии. — Я говорю, коммунист не по билету. Мы поняли, в начале передачи вы сказали, у меня нет партийного билета. — Вы как к социализму относитесь? — Нормально, хорошо. — Значит, вы социалист? — Ну, в каких-то взглядах. — Ну, я же не политическая фигура. — Какая часть у вас социалист? — Мы можем об этом подробно поговорить. — Давайте поговорим. — Не вопрос, я могу рассказать, что меня социализм устраивает. — Я сижу в этой студии не первый раз. У вас ни одной темы, кроме Сталина, нет. Смените эти пластинку, пожалуйста. — Нет, да не сменим мы пластинку. — Но у вас нет других пластинок. — У вас нет других пластинок. — А какие у вас пластинки? — Вы знаете, что за последние 20 лет Россия стала из величайшей державы, которая была в Советском Союзе, стала страной третьего мира. Знаете об этом? — Что мы сократили количество школ, что у нас фактически уже нет нормального здравоохранения. — Это оптимизация называется. — Я не знаю, как это называется. Я говорю о принципах. О том, что у нас опять появились за эти 25 лет богатые и бедные. Слышали об этом, да? — Например, вы богатый, кстати. — Слушайте, я с достойным... — А я не спорю, это ваше право. — Я менее богат, чем руководитель вот этой станции. Вы знаете об этом, да? — Окей, а я же не против. — Поэтому я не богатый. — Это вы против богатого? — Нет, нет, нет. Я говорю о другом. Я не против богатых. Я за то, чтобы люди, которые получают большие доходы, платили подоходные налоги по меньшей 50%. — Но вы сказали, появились богатые и бедные. Значит, появились вы богатые. — Нет, нет, нет. — Вы заработали... — Я всегда был богатый. В Советском Союзе работники совхоза и руководители совхоза были всегда богатыми. Вы должны это знать. — Но вы сейчас не можете же сравнить ваши доходы с совхозом. — Не вместе, не вместе. — Ну а до этого я был замдиректора. А у меня отец в этом же совхозе был замдиректора еще начиная с 1967 года. — А, то есть ваша карьера обязана отцу в совхозе. — Нет, нет. Вы не понимаете, что есть понятие династия. Слышали такое? Моя бабушка работала в совхозе уборщицей, работницей охраны. Мой дядя работал в совхозе трактористом. Другой мой дядя работал холодильщиком, слесарем холодильных установок. Два моих брата... — Вы сейчас хотите вот эту историю, которая у вас на агитационном плакате, что вы кандидат от народа. Это замечательно. Скажите, смертная казнь по каким статьям в России должна вернуться? — Значит, мораторий. Вы знаете, что у нас в России смертная казнь не отменена? — Ну, мораторий, да. — В том, что возложена моратория. — Ну, вы за смертную казнь, наверное, да. — Я за то, чтобы снять мораторий для педофилов, для людей, которые... — Маньяков, да, понятно, да. И террористы. — Террористы. — Ну, счет террористов я ничего не говорил, но на самом деле все... — Нет, я спросил. — А, вы спросили? — Все составы преступления будем перечислять? Я сказал пока то, что я сказал. Я сказал, что вот для педофилов, для маньяков, эта моратория должна быть снята. — Сергей Скрипаль, вот бывший сотрудник ГРУ, которого якобы отравили чуть ли не российские спецслужбы. Вот если российские спецслужбы его отравили, и это выяснится, да, британские власти это установят. Вы как считаете, это правильно с предателями Родины поступать таким образом? — Я абсолютно убежден в том, что никаких вот таких действий против людей, которые... Кстати, вы знаете, что этот Сергей Скрипаль был выпущен, обменен, да? — Да, да, конечно. — Ну, если его выпустили, значит, мера его ответственности не такая, которая... — Ну, если его выпустили, это не значит, что он искупил свою вину и во всем рассказ. — Во-первых, мы начинаем обсуждать то, чего мы не знаем, да? — Вы же сами сказали, что... — Давайте, хорошо, Павел Николаевич, давайте уйдем от Скрипаля. Предателей Родины, шпионов вражеских и так далее, вот эту всю кампанию, надо ли их приговаривать к смертной казни? — Я думаю, что когда будет война, тогда будут обязательно предать. — Какая война? — Ну, Третья мировая война, говорят, что она вообще будет довольно быстрая. Мы не успеем разобраться, кого судить, кого нет. Если вы про холодную войну, ну, она идет, если послушать разных умных людей. — Я говорю о том, что делали, когда была война, предатели расстреливали, слышали об этом, да? — Но по законам военного времени. — Конечно. — Ну, пока у нас этого нет, поэтому что обсуждать? — Нет, то это что обсуждать. — А пока нет, значит, соответственно. — Слезоны не подпадают. — Тем более, что лишить жизни везде можно только по решению суда, слышали об этом, да? И в Америке без решения суда. — Сталинские тройки по решению суда, это же та же история. — А вы не чувствуете, что сейчас примерно те же тройки? — Где? — Левиафан смотрели? — Я смотрел, да. — А вы что, не понимаете, что это тройка? — Где? — Где? — Где прокурор, начальник милиции и судья могут кого-то осудить, все втрою. — К расстрелу. — Ну, не к расстрелу, а к лишению... Вы же знаете, что у нас мораторий, Алексей. — Да. — А так, слушайте, не было бы мораторий, и к расстрелу — А вы знаете, что у нас количество обвинительных приговоров, оправдательных приговоров — 0,4%. — Смотрите, вот вы сами это говорите. Вы сейчас довольны нынешней судебной системой? — Конечно, нет. И, кстати, если вы почитаете все-таки нашу программу, выясните, что там как раз и написано, что нужно реформировать судебную систему. — Отлично. Скажите, как с такой судебной системой можно отменять мораторий на смертную казнь? — Подожди, а как с такими чиновниками можно выделять деньги на государственные... — Вы же понимаете, что сколько, какое количество процент невиновных людей будут обвинены... — Надо реформировать судебную систему. — И расстреляны. — Вы поймите, кандидат в президенты выдвигает программу... — Реформировать — дело десятилетий, отменить можно за одну минуту. — Почему, например, передать собственность из государства каким-то олигархам — это дело полугода? А вот реформировать систему — это долго. — Ну, начнем, давайте, попробуем, может, быстро получится. — Ну, потому что вы сегодня... Смотрите, вот вы начинаете реформу судов и отменили смертную казнь. — Да не надо... — Что быстрее поменяется? — Суды... — Во-первых, надо действовать по закону. Слышали такая вещь? Если Государственная Дума примет законы, которые снимают мораторий с некоторых статей на смертную казнь, то они будут правы, но сначала могут провести референдум. Слышали я такую вещь, да? Если вы возьмете и начнете реформировать судебную систему на основании законов, ну, например, как это сделано во многих странах мира, то реформирование не займет у вас много времени, но нужно сначала принять закон. — Сидят все те же самые люди. Судья Павел Карпов. Все те же самые судьи, которые принимают те самые удивительные приговоры, которые вас тоже удивляют. И они будут выносить решение о смертной казни. — Они, во-первых, будут действовать в соответствии с законом, но если судья... — А сейчас они действуют не в соответствии с законом. — Иногда против. Вот я вам могу сказать, что недавно... Вот вы сказали, как я себя чувствую, как кандидат в президенты. Ну, как себя может чувствовать человек, когда вся деятельность совхоза была правильной с 95-го года, когда вдруг появились суды, которые за две недели решают то, что раньше не решали годами, принимают решение, вот, например, такое решение, что они должным образом уведомили человека и пригласили его в суд, а он, правда, 9 лет назад умер. А потом еще госпошлину из него взяли. И вот этот судья, который должен быть лишен полномочий сразу, причем другой суд, например, вообще плевать хотел на, значит, постановленный пленум Верховного суда и принял решение, например, мгновенно, хотя должен быть 15 дней рассматривать это дело, минимум, там написано не менее. И поэтому судьи у нас, к сожалению, не смотрят на закон, а смотрят на звонки телефонные и на то, кто им попросит. А как вы это собираетесь прекратить? Гласностью, передачей большего количества в суды пристяжных, возможностью контролировать доходы судей, причем очень жестко, когда вдруг у них появляются квартиры, машины, имущество какое-то, когда они принимают решения в интересах олигархических групп, как вот в Краснодарском крае. Я сейчас много езжу по стране, но и до этого знаю, как в Краснодарском крае просто изымают на основании решения судов в земельные участки, там 20 лет прошло, потом изымают. И это все требует реформирования. Но если вы скажете, что каждого десятого судью надо расстрелять, слышали такие в древнем риме были вещи, то я с вами не соглашусь. Надо реформировать. Это ЧК нужно, вы знаете. Слушайте, там без ЧК все делалось. У нас полминуты до перерыва судьба Владимира Путина после того, как Павел Грудинин станет президентом. Вас беспокоит его судьба? Ну, мне беспокоит, что вы как президент сделаете с Путиным. Ничего делать не буду. Еще раз. Путина не за что судить. Никого. Никого не за что. Ни в чем не выновен. У вас есть какие-то данные по этому поводу? Ну, расскажите. Есть. Я вам расскажу. Ну, давай. То есть у вас претензий к Путину нет? Я на сегодняшний день не видел ни одного документа, который... Всякие коррупционные расследования, его друзья. Никаких вопросов нет. Хорошо. Вот у меня есть друзья. Да. После того, как я стал кандидатом президента, всех их проверила финансовая разведка. Это правильно. Росфин Мониторинг. Друзей. Друзей. Я понимаю. Да, и это правильно вы считаете? Конечно. Почему? Мы сейчас перерыв сделаем. Нет, вот это вымыть. Вымыть. Программа A-Team. У нас сегодня Павел Грудинин в гостях, кандидат в президенты. Здесь же Алексей Осин, Алексей Гусаров и Алексей Нарышин. Скоро вернемся. Программа A-Team. Алексей. Я тоже не понял. Давайте. Путинских друзей не понимаю, почему надо проверять. Надо проверять каждого конкретного человека. Но друзей-то надо друг друга. Продолжаем. Мы продолжаем наш веселый эфир. Программа A-Team. Три Алексея Осин, Гусаров и Нарышкин против Павла Грудинина, кандидата в президенты России от КПРФ. Так а что вы смеялись даже во время рекламы? А почему не проверять друзей? Вы что, не слышали про презумпцию невиновности? Слышали, да? Проверка это не суд. Почему бы не проверять людей? До того момента, когда я не был кандидатом в президенты, к моим друзьям не приходила налоговая инспекция, не предлагала там некоторым написать заявление из моих знакомых, бывших бизнесменов о том, что мы с ним вместе что-то украли, гарантируя ему свободу, но только уголовное дело нужно на кандидата в президенты возбудить. Ну это интересно, потому что мы же не проверяем. Вот это интересно, подождите, это правда интересный сюжет. Вашим знакомым приходили, предлагали на вас сдать. А где какие-то заявления в правоохранительные органы, что вот такой-то человек, такой-то следователь? Этот человек, к которому мы приходили, сейчас сидит в следственном изоляторе по делу по 156-й статье, знаешь, что это за статья? Кто это? Которого? Там одна женщина. Что это? Ваш друг. Нет, она не друг, она просто 8-9 лет назад мы с ней совершили сделку. А потом к ней пришли два человека в штатском и сказали, слушайте, мы облегчим вашу участь, но только напишите нам заявление, что вот Грудинин и дальше... А она безвина сидит, вы как считаете? Я даже не знал, что она сидит. Пришел ее адвокат и сказал, что вот такое предложение было моему клиенту сделать. Ну и что вы по этому поводу сделали в рамках? Что я должен по этому поводу сделать, скажите? Ну как же гласность, вы же сами за гласность. А мы сейчас с вами чем занимаемся? Встаньте в пикет. Прекрасно. В какой? В пикет, не знаю, в Следственном комитете. Бастрыкин, уходи. Отпустите женщину, которую хотят судить по 156 статье. Подождите. Во-первых, никто не сказал, виновна она или невиновна. Я узнал об этом после того, как ее адвокат пришел, сказал, что было сделано такое предложение, она на это не пошла. Но в какой пикет я должен вставать, я не совсем понимаю. Хотя бы фамилию назвать человека, который сделал ей такое предложение, совершенно без закона. А вы думаете, когда два штатских приходят в следственный изолятор, они представляются, что ли, да? Ну, кто-то же с ней работает там. Ее же, она же сидит в изоляторе. Ну, найдем этого адвоката. Если он подтвердит, вы же поймите. Окей. Так а какую тогда реформу-то судебной системы? Если даже в своем маленьком конкретном случае вы через эту систему пробиваться не собираетесь. Еще раз. Вы знаете, что у нас роль личности в истории очень сильна. Я догадываюсь. Вы слышали про это, да? И что, например, мы с вами только что говорили о коррупции. Так вот, когда президентом, например, Сингапура стал Лик Аньо, он сказал, после того, как стал президентом не до этого, что если вы возьмете и посадите несколько своих друзей за коррупцию, которая после того, как он стал президентом не до того, то все узнают, что вы боретесь с коррупцией. Но до этого, когда ты не стал президентом, по меньшей мере странно сажать своих друзей. Ну, потому что они просто не коррупционные. Нет, подождите. Мы не про друзей говорим. Мы говорим про совершенно определенные случаи, которые по уходе совершенно случайно вы вот так вот выдали в эфир. И, слава богу, об этом узнали. Слушайте, давайте я вам таких случаев в черте сколько расскажу. Так окей. Так как вы будете бороться с системой, если вы этого не делаете сейчас? Вот когда президентом становишься, то у вас... А сейчас как вы это сделаете? Вы кандидат в президент, у вас есть определенные полномочия. Какие полномочия есть у кандидата в президент? Хотя бы раньше об этом сказали. Ксения Собчак хотя бы обратилась в Верховный суд. По другому вопросу. По какому? Ну, по другому вопросу. Ну, а что думаете, Ксения Собчак не знала результата своих обращений? Нет, это, я думаю, что это был пиар. Но ради пиара мы тоже могли бы выйти против Следственного комитета. Да я могу сейчас выйти против, например, Бенедиктова. Против Венедиктова. Давайте сейчас выйти. Ну, а, ну, вы нашли. А чего? Вы не в Путина выйдете. Нет, подождите. Выходите против Путина. Нашли тоже Венедиктова. Вы против Путина пойдете? Извините, Венедиктов с вами на выборах соревнуется? Да, он взял и сказал, что я, например, продаю турецкую землянику. Врал, сволочь. Не продаете? Не продаю. И никогда не продавал. Ну, правильно. А зачем врал? Венедиктов, он ваш соперник на выборах? Я говорю о другом. Вот я сейчас не борюсь. Вы туда смотрите. В Кремль. В Кремль. Почему? В Кремль. Я сейчас не борюсь с Кремлем, я борюсь с вами, понимаете? Средством массовой информации, которая называет себя журналистами, на самом деле пропагандистами. Вместо того, чтобы заниматься раскрытием. А вы знаете, вы как раз очень Путина напоминаете, который вместо того, чтобы бороться с своими какими-то идиотами в Кремле, борется с пятой колонной и ищет ее. Я борюсь с вами, говорит, он кандидат от КПР. Я своими идиотами, где я работаю, уже поборолся. А их уже нет никого. А я, кстати, ваш упрек не принимаю. Вы сидите в эфире «Эхо Москвы» и говорите про то, что сказал Алексей Алексеевич Венедиктов абсолютно открыто у нас. Мы вас пригласили, чтобы вы это сказали. А проверили. Нет, не так. Когда первый раз меня сюда пригласили, только было не трое, а двое молодых людей, я сказал им, что я хочу встретиться с Венедиктовым, он должен мне рассказать, какую турецкую землику я продаю. Прошел месяц, ну, чуть меньше. Венедиктов бегает. Дождите секунду. А что тут стоять? Ну, что вы про суды? Вы знаете, суды у нас какие? Скорые, да? Справедливые? В зависимости от того, какое дело. Я одно дело в суде выиграл против эксперта. Есть такой журнал. Слышали, да? Три года добивался, чтобы они напечатали опровержение статьи, хотя в суд признал, что они покривили против истины. Вы знаете, какое решение судебного пристава мне пришло? Что исполнить судебное решение невозможно. Хотя решение суда состояло. Мы знаем, что у нас несовершенная судебная система. Я пытаюсь понять. Вы идете, чтобы ее менять. И вы сидите здесь и говорите, ничего нельзя сделать. Нет, можно. Когда вы станете президентом? Да, ты должен подобрать. Окей. Нет. Вы кандидат. А до этого как вы сделаете? Против власти. Я не иду в президент. Я не знаю. Я вам говорю, что... Я не знаю. Я журналист. Тогда слушайте меня. Вы кандидат в президент. Расскажите нам, как это будет работать. У меня такое впечатление, что кандидаты в президенты вы. Потому что вы... Нет, я как раз говорю, нет. Я не знаю. Я вам рассказываю, как. Именно, понимаешь? Мы не иду, да. Я же вам сказал, что больше составов преступлений надо отдать судьям присяжным. Судьи должны назначаться, не назначаться, а выбираться населением. Или, по крайней мере, согласовываться не так, как сейчас они это делают. После этого... Ну, вы понимаете, что сейчас такая интересная структура сложилась. Президент назначает всех без исключения. Судей. Он назначает следственные органы, правоохранительные органы. То есть, фактически, он назначает их всех. Они выполняют только одну функцию на сегодняшний день. Знаете, какую? Защита действующей власти. Окей, смотрите. И надо сделать независимые суды независимыми. Я уже задавал в этой студии не вам этот вопрос, другому кандидату в президенты. Вы приходите на выборах. На стенке висит две фотографии. С благообразным человеком. Вот таким, примерно, как вы. Написано. Семьянин. Хоть что-то хорошее. Ля-ля. Все хорошо. Там разводят ежиков, травку. У него, значит, там приусадебное хозяйство. Голосуйте. Иванов Петров. Вы за кого проголосуете? Там же будет написано, что это коррупционер. Человек, который предложил программу. Судья? Судья не должен программу. Вы сказали про выборы судей. А, про судей? Конечно. Ну, давайте так. Люди, прежде всего, проголосуют за тех, которых они знают. Согласны? То есть, это будет местность. Никого они не знают. Ни того, ни другого. Нет, знают. Вы не правы. Мировых судей знают очень хорошо, потому что участок у них небольшой. Я, например, у себя в районе не знаю мировых судей. Вот так вам тоже иногда нужно интересоваться. Вот когда шерифов в Америке избирают, то там выбирают местных. Чужих не берут. Когда избирают судей, вот таких мировых, то тоже выбирают местных. А там люди определяют по тому, какой человек вообще, как он себя ведет в быту. Но, если вы одновременно с этим делаете так, что все судьи, если им позвонили, например, сразу должны сообщить о том, что позвонил какой-то чиновник. И если он не сообщил об этом... То есть, кто это должен сделать? Извиняюсь. Судья. Во многих странах мира. Хорошо, а он этого не сделал. Если он не сделал, и это доказано, человек сразу решает полномочия. А кто это будет доказывать? Это очень легко делается. В том числе, судьи подконтрольные общества достаточно серьезно в других странах. То есть, телефон прослушать или как? В том числе. Мало того. Не, ну вот это конкретно. Вы считаете, судьи надо прослушивать телеканал? Да, я, например, считаю, что судьи нельзя, например, уводить от ответственности, когда они едут пьяные за рулем. Я согласен с вами, абсолютно. А у нас сейчас уклон только в одном. Что судьи, люди без, скажем так, как бы это сказать, не подконтрольные никому, но одновременно они только могут лишиться полномочий, потому что их высшестоящая организация, высшестоящий суд может лишить полномочий. Слышали про это, да? Ну да. Да, и что? Центр сберкома этого не сделал. Ну-ка, расскажите мне. Я сказал, вы запросите у меня информацию только официально, письменно, я вам официально отвечу. Но в налоговой инспекции лежат все документы, которые позволяют сказать, что я выполнил все нормы закона и до 12 января все счета были закрыты. И у меня для этого есть документы из банков. Но кому-то выгодно сначала рассказать про мои миллиарды, а потом вдруг выяснилось, что миллиардов нет, про моих пайщиков, потом выяснилось, что пайщиков не бывало, которых я как будто бы обманул. Потом про незакрытые счета, но оказалось, что они все закрыты. И поэтому пиара много, а потом выходит... — Объясняющий вопрос можно? — Да. — Вот до 31 января были незакрытые счета? — Конечно. Я же уже объяснял неоднократно. Теперь вам буду рассказывать. — Декабря, извините. 31 декабря. — Конечно, потому что только 23 декабря я узнал о том, что я буду кандидатом. А 24-го, там, где эти счета находились, были, как вы помните, каникулы рождественские. И хотя требование было написано, но процедура прошла только 5 января, и об этом есть документы из банков. А 5 января — это еще не критический срок. Вот если бы я закрыл счета после 12-го, после 13-го января, когда прошла моя регистрация, вот тогда бы я был неправ. Но кому-то очень нужно было привлечь внимание. — Позволь. Про счета и про слитки вышел недавно сюжет на Первом канале. Кирилл Клеймёнов, который Екатерина Андреева замещал в телеэфире. Он такой сделал интересный выпад в ваш адрес, и, в частности, задал такой вопрос. Я даже нашел цитату. Интересно, в этой связи, какой формы слитки Грудинина? Вы можете закрыть те счета, которых вы не знаете. Это точно так же, как вы можете пригласить к себе на день рождения друзей, которых вы не знаете. — Это вопрос, он в воздухе висит. Какой формы слитки у вас начали? — Откуда я знаю? Никаких слитков я не видел в жизни. — И формы нет. — Слушайте, мало того, я не знаю ничего. Ни про интерную комнату, ни про... У меня нет никаких незакрытых счетов, и нет никаких... — Слитки есть? — Слитков тоже нет. — Дома тоже нет слитков? — Слушайте, ну пойдем, поехали домой, я вас подниму на 12 этаж. — Павел Николаевич, у меня еще один вопрос. У Владимира Путина за минувшую неделю вышел фильм по ТВ, большой, с Соловьевым, документальный интервью. Транслировали целиком с американской журналисткой. И еще в выходные был представлен такой большой фильм, тоже документальный, с главы его предвыборного штаба. Миллионы просмотров. Вот в ЦИК, почему вы не напишете жалобу на Владимира Путина, на его штаб, на, я не знаю, на телеканалы, которые вот это вот все в огромном количестве... — Погодите секунду, откуда вы знаете, что я не написал жалобы? — А где? Ну я не знаю. — Я написал 70 жалоб. — Про что? Вы написали, что вас мочат, а что Путина много написали жалобы? — Еще раз, мы пишем жалобы постоянно, а результат знаете какой? — Какой? — Ноль. — Про Путина жалобы писали, что его много? Он получает больше времени, чем все остальные. — Слушайте, вот я сегодня общаюсь с вами, да? — Да. — И через три часа я уеду в Ульяновск. — Да. — У меня есть штаб, который работает, пишет жалобы, в том числе и вот... — На Путина, подождите, нам Путина жалобы написали? — Наверняка. — На его штаб. — То есть вы не знаете, что делает ваш штаб. — Слушайте, а как вы думаете, я должен контролировать работу такого огромного количества людей? Вот сегодня я случайно совершенно узнал о том, что в трех регионах России, пришла милиция в типографии изымать нашу, то есть запрещать печатание наших материалов. — Наверное, нарушения были какие-то? — Я об этом узнал только что. Нет, я не знаю, какие нарушения были, вы предполагаете. — Просто так не приходят. — Значит, мы все время пишем жалобы. Но вы слышали о том, что мы проводили митинг за честный выбор? — Слышали? — На площади революции. — Значит, этот митинг показал только одно. Что мы говорим, что выборы нечестные с самого начала, потому что про одного кандидата все говорят только гадости, а у других кандидатов не видят ничего. Ни детей с загранпаспортами, ни огромного количества имущества, ни счетов. Знаете, почему это происходит? Потому что именно только один кандидат является оппозиционным. Только один кандидат. — Максим Сурайков. — Так все говорят. — Максим Сурайков. — Да, он набрал 100 тысяч подписей. — Ну, я не знаю, сколько он набрал. Он же кандидат. Где-то в бюллетене вместе с ним стоите. — Я могу сказать, что я не там стою, я стою на втором месте. — Ну, хорошо. А, кстати, Максим Сурайкин, ваш кто он? Он враг, оппонент. — Слушайте. — Спойлер. — Если я вам скажу, что он никто, вас это устроит? — Ну, как никто. — Ну, никто. — За ним избиратели. — Я еще раз говорю. Я не думаю о других кандидатах. Я думаю о том, что нужно свою программу, программу КПРФ, национальный пресс-кризис кризис кризису, донести до людей. И я должен доказать людям, что только эта программа выведет страну из кризиса. — Кремль считает вас угрозой? — А как вы думаете, если они бросили такие силы на то, чтобы бороться только с одним кандидатом? Вы что, не видите, что все средства массовой информации, ну, пропагандисты, ну, и в том числе иногда и вы, боретесь только с одним кандидатом? — Нет, ну, тут дело в том, что изначально коммунистический кандидат от КПРФ. — КПРФ, он всегда один, ну, так сказать, оппонент власти. — Не-не-не, вот тут только что Алексей сказал про Сурайкина, он тоже вроде какой-то коммунист, как будто бы. — А КПРФ я сказал, я сказал от КПРФ. То есть у нас Зюганов, Жириновский... — Правильно. — Почему? — Ну, а теперь задайте себе вопрос. — Ну, а сейчас снимают с выборов, если вы такой опасны. — Может, это еще страшнее. — Почему тогда Центр избирком говорит, что были какие-то счета, но не просит? — А потом говорит что? — Из налоговой службы Швейцарии на 1 февраля. — Слушайте. — Они говорят, мы поверим Павлу Гурдинину на слово. — Не-не так. У них вся документация есть полностью. И они точно знают, что счета закрыты. — Было заявление, что мы поверим на слово. — Слушайте, у них были заявления, которые потом они же через 3 часа дезавуировали. — Ну, это странное поведение. — Подождите секунду. Я не буду комментировать странное поведение Центральной избирательной комиссии. Я буду говорить обо-другом. О том, что если бы у них были основания, они бы давно меня снят. Но оснований таких нет, потому что они знают, что в налоговую инспекцию поступили все документы о том, что... — Вас не снимают, потому что вы безобидные, ваш электорат безобидный. Ваш электорат — это пенсионеры, бабушки. Ну, неужели они пойдут, я не знаю, с палками на какие-то митинги? — Сейчас берете, едем вместе со мной в Ульяновск, скажите, какой электорат у нас. — Спасибо, Боже. — Скажите мне, вы сейчас в интернет заходите? — Что? — В интернет заходите? — Нет. — А вот попробуйте зайти и посмотреть, какое количество людей голосует в интернет. — А как, подождите, как зайти в интернет? — Как зайти в интернет? Кнопочку нажмите. Слышали такое? Фейсбук. — Первый раз. — Вы чем пользуетесь? — А это не мое. — А это не мое? Ну, тогда закройте. — Если вы ничего не умеете, но если вы зайдете в интернет, вы обнаружите, что там не бабушки голосуют по 80% за груди. — Слушайте, я могу сейчас зайти в чат Ютьюба и констатировать, что пришло очень-очень много ваших фанатов, которые говорят, что грудиный президент. — А этих фанатов что, от 70 и больше, что ли, выше? — Здесь возраст не там писан. — Я могу сказать, что вот именно те люди, о которых вы говорите, это там небольшое количество тех людей, хотя тоже очень, они в России очень много, которые поддерживают и КПРФ, и нашу программу. А вот молодежи еще больше. — Прости. — Да. — Оскорбление чувств верующих. Статья как вам? — Это какая номер статьи? — А вы, то есть, помните по номерам, но по сути не помните. — Нет, я просто другая. Оскорбление чувств верующих — это статья, которая, на мой взгляд, должна быть декарминализована. Нет такого понятия. Вот если человека, ну, скажем так, против него, против физически что-то сделали, вот это уголовное преступление, а все остальное не уголовное. Пока оно, значит, вы слышали фразу, ваша свобода кончается тем, где начинается моя свобода. — Нет, подождите, а если чиновник украл миллион рублей, — То это не оскорбление чувств верующих? — Нет. — Даже если священник украл и упав твой много-много денег, то это не оскорбление. — Подождите. — Вы о разных статьях говорите. — Нет, я просто подумал, что... — Появляется человек, который говорит долго своей аудиторией, не знаю, большой-маленькой, бог редиска, тра-та-та-та-та-та-та-та. — Вы можете повернуться и не слушать его, уйти. Но это не оскорбление чувствовало. — Ну, то есть при Павле Грудине вот эта статья будет исключена из уголовного кодекса. — Декарминализована, то есть не будет... — Уголовного. — Уголовного. — Будет административка, что ли? — Почему нет? — За что? За что административка? — Сейчас объясню. — Если вы берете, например, и сломали крест. — Вот, например, пришли, и это вандализм, да? — Это другая статья. — Правильно. Но если вы ходите вокруг креста и кричите что-то, ну, это ваше право. Другое дело, что если вы нарушаете какой-то закон, закон о тишине и порядке, слышали такой закон, да? То вас могут привлечь административный план. — Хорошо, а если это привело к драке тех, кто не согласен с этим... — А кто первый начал драку? — Значит, будете сажать тех, кого обидели и оскорбили? — Нет, именно тех, кто превысил... — Или будете разбираться, кто там... — Привысил необходимую... — Конечно, а как же? Но агрессия всегда должна быть наказана. — А пусть сирает правильно посадили? — Нет, абсолютно неправильно. — А что надо было с ними сделать? — Ну, общественное порицание, административные штрафы, все что угодно, но ни в коем случае не сажать. — Вы знаете, к чему это привело? — Это к Шарли Эду приводит. Приходят люди и расстреливают... — И что, те, которые пришли и расстреляли право? — Нет. — Тогда чего? — Но вы как власть... — Нет, Леша, к тому, что с точки зрения государства не было ограничений, поэтому пришли... — Подождите, Роскомнадзор. Если вы сейчас начнете призывать к свержению существующего строя, к межрегулиционной вражде, то здесь вас закроют, вы знаете? — Да, конечно, да. — Но сажать вас не будут. А вот организацию, в которой вы работаете, если руководитель допустил, что вы тут будете сейчас призывать громить церкви, то вас запросы закроют, и все. — Ну, это СМИ. А мы ведем речь о блогах, об улице и так далее. — А Шарли Эбдо — это что? — Нет, ну... — Вы сейчас сказали о Шарли Эбдо, я вам говорю, что тогда власть должна была закрыть. — Окей, значит, государство должно было закрыть Шарли Эбдо. — У нас Россия... — То есть, если бы у нас было Шарли Эбдо... — Мы пока не во Франции. — Не, окей. — Но если бы... — Если бы у нас было Шарли Эбдо, вы бы закрыли. — Да, я считаю, что Роскомнадзор в нашей ситуации... — Потому что это защита чувств верующих, это в том числе и защита людей. Вы же понимаете, да? — Ну, если дело не касается площадки СМИ, предположим, это где-то в интернете, на улице. Я вышел с плакатом, прибежали люди, начали меня бить. Они, предположим, меня убили. А вы... — Подождите, они вас убили, потому что вы... — Да, я оскорблял их чувства. Это верующие были. А я оскорблял... — Но виноваты они, потому что они вас убили. — Они сидят в тюрьме, меня нет. А вы, как власть... — Это смягчающие вину обстоятельства. — Вы, как власть, допустили то, что вас убивают людей. — Не-не-не, подождите. — А как? — Давайте выбрать. — Власть никогда... — Смотрите, 10 марта на митинг пришли 700 человек, сообщили разные СМИ. В Москве 700 человек. Почему так мало? — Ну, во-первых, это неправда. Пришло гораздо больше людей. — Сколько? — Знаете, я стоял на трибуне и не считал. Но я точно знаю, что вы можете в начале митинга снять, и там будет мало народу. А потом снять в середине митинга, и там будет много народу. Но если вы внимательно рассмотрите... Подождите сейчас. — Сколько? Какая разница? — Вы сначала посмотрите на всю картинку целиком. Я стоял на сцене и видел такую вещь, что передо мной было очень много флагов и всего остального. И это, кстати, загораживает. А сбоку, около метрополя, стояло еще больше людей, которые стояли там. — А хвост колонны вообще на Пушкина. — Нет, нет, я говорю о другом. О том, что эти люди почему-то стояли там. — Ну что вы назовите, вот по вашему оценке. — Слушайте, ну я же вам не МВД и не считал ничего. — Вы проводите митинг, вы не знаете, сколько пришли человек? — Да, действительно. — Вы же заявку пишете. — Не кандидатская. — Я вообще не пишу заявку. — Подождите. — Друзья, минута остается. — Меня пригласили на митинг, я пришел. — Павел Николаевич, ваша судьба после 18 марта. — Что вы делаете? — Светлое будущее. — А? — 19 марта. — Я, наверное, проснусь прежде всего. — Вы проснуете. — А вы будете спать? — А-а-а, подождите, а вы спать будете? — А почему я должен не спать, я не понимаю. — Да потому что борьба, подсчет голосов, драйв. А вы спать пойдете. — Я лично буду... — Вы смешной. — Нет, подождите. Я не смешной. Я просто считаю, что, конечно... — То есть вы все знаете, интриги нет, и поэтому спокойно Павел Грудини пойдет спать. — Нет, я абсолютно убежден, что мы победим. — А. — Чтобы утром я дал какие-то комментарии, в том числе и ваших. — А если вы не победите? А если вы не победите? А по вашим ощущениям, вы победите. — Слышали фразу? Если ты хочешь насмешить Бога, расскажи мне о своих планах. Вы все знаете заранее. — Где-то вы это говорили уже. — Вот вы какие-то странные, да, вы все знаете заранее. — Митинг протестный, Кремль, пойдете штурм брать, если не согласитесь с выборами? — Ну, глупо, тебе только не надо мне предлагать. — Ну, то есть вам позвонит, Панфилова скажет, Павел Николаевич, вы проиграли, и вы скажете, ну да, окей, хорошо. — Вы думаете, Панфилова мне позвонит? — Ну, я не знаю, как обычно происходит это. — Вы телевизор включите и увидите. — Тот же Клеменов вам скажет, все, ты проиграл. — Если хотите вместе со мной походить 18-го ночью. — Ну, не хочу. — Ну, тогда чего? — Не хочу. — Поэтому... — Должность. — Должность. — А? — Так вы все-таки не будете спать. Вы сказали, ходите со мной вместе. — Я обязательно посплю. Ну, какое время? Вот я, например, сегодня спал 4 часа. — Ну, что вы так беспокоились? — То есть, должен исходить какой-нибудь после выборов? — Да. — Какую? — Главный редактор Эхо Москвы. — Понятно. — А знаете, что у нас выборы вообще тоже здесь? — Вот видите. — Будете выдвигаться, хорошо? — Да. — А губернатор Подмосковья? — Да нет, вы поймите. — Ничего не надо? — Зачем? Не может быть президент Российской Федерации губернатором московского. — В 2024 году будете выдвигаться? — Вы попробуете прожить хотя бы полгода. — То есть у вас нет долгосрочного планирования? — Вообще никакого. — Это очень грустно. — Почему это? — Ну что, время, время, извините. — Почему это грустно? — Павел Грудинин, кандидат в президенты России, был в эфире Эхо Москвы, программа «Итим счастливо».